В этом уроке разбираем тренды, что это такое и почему это важно. С трендами мы уже знакомились в уроке с терминами. Повторяем, тренд это какое-то однонаправленное движение цены. Штука эта незамысловатая. Цена может направляться вверх, может направляться вниз, а может торговаться без явного направления. Тогда мы говорим, что цена находится в боковике. То есть она идет просто вправо, ни вверх, ни вниз. Если вот просто в одну сторону идет на протяжении какого-то времени. Почему эта штука важна? Почему нам важно понимать, что вот тенденция идет вверх. И что это такое? Ну, банально же мы же видим график. Он вроде как вверх направлен. А нам важно понимать тенденцию, нам важно понимать тренд, для того, чтобы принимать грамотные решения о сделке. Если забегая далеко вперед, трейдер должен понимать, что в момент движения цены вверх гораздо вероятнее продолжение движения цены по этому тренду вверх, чем разворот ее и движение вниз. Просто из логики вещей у нас есть движение, которое направлено вверх с какими-то небольшими откатами противоположного направления, которое потом разворачивается, и цена продолжает двигаться, в данном случае вот в этом примере вверх. И у каждого тренда, у каждой тенденции есть несколько вот таких вот откатов-разворотов, которые потом в конечном итоге синхронизируются с глобальным движением. Но только одна точка разворота, где тренд меняет свое направление, несколько точек, как минимум несколько, иногда бывает их прямо несколько десятков, а то и несколько сотен, где потенциально могли бы быть развороты, но тренд продолжает движение вверх, и лишь одна точка на весь тренд, где он меняется. И самая главная задача трейдера, забегая далеко вперед, не торговать против тренда. Тренд это друг трейдера, правильно определяя тенденцию, правильно определяя тренд, мы уже делаем, если не половину, то процентов 30 успеха у нас в кармане, можно сказать. Как определить тренд? Вопросы и вопрос этот, кстати, гораздо глубже, чем вам может показаться с первого взгляда. Например, вот какой тренд у нас здесь? Ну, здесь тренда фактически нет никакого. Почему? Ну, потому что вот у нас цена тут стояла, тут она стоит, но вроде нет ни движения, ни вверх, ни вниз. Но если мы возьмем, допустим, вот отсюда график, ну, вроде как визуально он падает, вроде как визуально тенденция нисходящая, и в принципе таки есть в этом случае тенденция нисходящая. То есть тренд у нас определяется в зависимости от интервала, в зависимости от таймфрейма, в зависимости от периода отсчета. И, ну, вопрос довольно простой. Забегая далеко еще раз вперед, допустим, мы там торгуем по тренду, и, допустим, вот у нас тренд был восходящий, и вот эта вот штука, видите, вот отсюда, это вот тренд нисходящий, нисходящий. И что делает трейдер? Вот тут тренд восходящий, ну, восходящий, а тут нисходящий. Вот как определить? Может быть, тут не нисходящий, может, он все-таки вверх идет, или наоборот, вот это уже развернулся. Как это определить? Сейчас я вам расскажу. Вот, и просто трейдеру нужно совершить сделку, и вопрос, а куда сделку-то совершить вниз, вверх? Ну, сейчас вот это мы и разберем. Начнем с теории, потом перенесем это на практику значит у нас когда цена растет мы что наблюдаем у нас наблюдается рост почему с чем-то связано сразу к механике рынка небольшие отсылки вспоминаем стакан вспоминаем объем и ликвидность у нас в стакане вот тут есть какие-то продавцы наверное были а потом этих продавцов выедает рыночный покупатель рыночный покупатель настолько быстрых выедаешь прибавляет аж плюс один процент например и рыночный покупатель он ослаб у него допустим диапазон комфортный для покупки уже прошел он цену уже поднял помним да как вы допустим и лимитник выставляем на покупку выше чем текущая цена он моментально от лимитник исполняет вплоть до определенного уровня то есть для чего это делается для того чтобы собираю огромный объем не поднял цену на 50 процентов например у нас не исполнила вот там наверху потому что она не опустилась обратно вот ограничивается цена и ребята с большими деньгами они часто в том числе и рыночными ордерами набирать позицию но в каком-то диапазоне вот она вышла за этот диапазон но все они там уже не набирают то есть тут драйвер роста иссяк чем выше цена понимается тем больше вот здесь вот стоит лимитных продавцов и все она дальше пробить не может сюда стукает 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 покупателя нет ну а продавец появляется то есть цена поднялась продавцов внутри дня вот выгодно продавец понимаешь вот но поднялась на подорожала кто-то там покупал внизу например это кто покупал внизу готов продать наверху и или кто-то там давно уже держит актив неважно то есть тут продавцов потенциально довольно много они продолжат опускать цену на снова заходит в выгодный диапазон для покупателя а покупатель понимая что тенденция восходящая постепенно диапазон поднимает ну плюс на этой тенденции другие покупатели подключаются и вот такая штука происходит то есть тут вот естественно тоже объемы на покупку и вот тут они были просто продавец их моменте в моменте отогнал вниз но тут снова диапазон где покупатель в рыночном выгодно братья вот здесь вот снова рыночный покупатель берет вверх над продавцами и фактически ну дальше но там всегда этот объем идет вверх 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 и цена движется вверх все понимаешь этот тенденция восходящая начинает торговать потай по этой тенденции весь принимают правила игры и продавцы которых тут были но они тоже немножко переквалифицируются часть из них или тоже начинают торговать вверх ну те принимают эти правила игры вопрос в какой момент мы понимаем что тренд восходящий ну допустим вот он там стоял на месте вот тут примерно то есть ничего не происходило даже небольшое снижение визуально даже можно определить это мы определяем что вот это восходящий тренд еще раз по полочкам то есть у нас вот это движение нет вот этого движения нет вот этого движения нет и вот у нас просто вот так графику вырос но уже может также обратно упасть нас нет еще права вот этой части мы не понимаем тенденция здесь восходящие или нисходящие мы чтобы определить смотрим на х и и на лои на максимальное минимальное значение в левой части графика в левой части графика в недавней ли там в дальней если если что-то пошло ну например у нас Какое-то вот такое движение было Важны будут максимально-минимальные значения С левой части графика Что такое максимально-минимальное значение? Это вот эти пики Это максимальные и минимальные значения Ну в данном случае давайте левую часть графика откинем Посмотрим только на вот эту короткую У нас максимальное значение было где? Было вот здесь Минимальное значение было где? Минимальное значение было вот здесь И в случае если текущая цена Преодолевает максимальное значение Это значит, что мы нарисовали новый максимум То есть даже если она вот так вот растет И мы еще не развернулись вниз Но она уже растет То есть она еще не развернулась, но она уже преодолела максимум Мы же понимаем, что она либо здесь, либо еще выше Она в любом случае где-то вот там наверху нарисует новый максимум И все, максимум этот преодолен Как только мы преодолеваем прошлый максимум Прошлый вот этот пик Мы говорим о том, что ближайшая вот эта вот минимальная точка это новый минимум что это значит еще раз да непонятно объяснил возможно вот вас график выглядит вот так вот это минимум ну какой-то минимум вот здесь вот восходящий есть такой вопрос стоит ли его выделять на мелких то и прямых если поближе график приблизить то вот тут вообще восходящее движение будет поскольку тут вообще вот был еще максимум какой-то и вроде вы преодолели но мы не говорим о каких-то коротких колебаниях посмотрим вот сюда вот на этот график там счастливо что-то было а здесь у нас flat здесь у нас flat этот боковик без четкой тенденции мы как только выходим за вот эти грани тогда уже мы говорим о том что какая-то тенденция есть ну в данном случае представляем эту часть графика вот она упала на снова нет никакой тенденции никакого тренда и вот она уже растет потенциально снова сюда вот восстанавливается на мелких на и прямых вот сюда вот смотрим там у нас уже есть вот минимум вот максим вот какой-то тоже максимум какой-то минимум сформировался и что мы видим подходим к уровню и его пробиваем у нас нарисуется новый максимум как только у нас нарисовался новый максимум мы фактически понимаем что он был хай это был хай один в данном случае где-то здесь будет хай 2 мы понимаем что там был где-то минимум вот это low 1 вот это хай 1 low 1 это хай 2 и вот в данном случае еще можно low 2 выделить вот здесь ну каша могу пройти вот туда вот и плов бы не было никакого но вот тут low ну в данном случае допустим мы еще ждем какой-то небольшой откат допустим вот сюда и ну и цена вот чуть-чуть ушла с максимума вот он чуть ушла мы уже понимаем что вот у нас максимум есть но пока что ведь у нас что есть у нас есть два максимума один минимум мы не понимаем тенденции это восходящие или нисходящие в любом случае если мы смотрим вот так вот график как короткий вот эти то и прям и короткие движения здесь мы четко поймем что тренд восходящий по определению но вот здесь ну еще раз да допустим играть вас давно там стоит вот так то есть вот эта штука она но иногда вот выходит то сюда потом обратно возвращает спокойно что сюда вот выйти это не будет никакой тенденции вот но вот пока она находится в диапазоне от этого максимума до минимума который был нарисован мы не понимаем что с ней произойдет если нарисует новый максим преодолевает его еще раз у нас четко появляется новый лу лу появляется в момент преодоления максимума почему потому что вот здесь мы не знаем это low или это не low это дно так называемой да или это не дно ну что цена может сюда еще пойти вот тут это дно или не дно непонятно оно может резко вырасти тогда это будет но а может упасть мы не знаем будет вот это дно и тут она пойдет вверх или нет даже если вот так вот выглядит мы Тоже не знаем, может он сейчас обратно откатится Потом вот так вот идет, тоже не знаем И только когда мы преодолеваем Вот этот максимум Мы говорим, что там где-то формируется Новый максимум И здесь четко видим сформированное дно К чему это я все сейчас рассказывал Потому что тренд по определению Это два повышающихся хая Восходящий тренд Два повышающихся хая, два повышающихся лоя Повышаются Хай, хай, лоу, лоу Повышаются, оба повышаются По этим точкам Можно, ну вот такие вот Условные трендовые линии провести Условно вот так вот Вот, и это восходящий тренд Мы в этот момент только понимаем Причем обратите внимание, он уже прошел У нас уже там какой-то процент роста есть Но мы понимаем, что это восходящий тренд Постфактум Фактически нужно Понять, что весь технический анализ Это штука постфактум То есть мы не предсказуем будущее Мы это сделать не можем Мы постфактум Лишь констатируем то, что произошло Произошел рост, а мы окей Мы видим этот рост Мы можем попытаться Вписаться в этот рост И как бы сделать ставку На то, что этот рост продолжится И можем заработать, можем потерять деньги Контролируем риск Скажем, теряем 1 доллар Зарабатываем Потенциально 3 доллара Ну то есть вот этот Вот хороший пример С этим боковиком Вот обратите внимание Вот этот боковик И вот я сейчас показываю Правую часть графика У нас что здесь есть? У нас есть минимальное значение Вот оно Вопрос, да, часто бывает А вообще как смотреть минимум? Там по По тени свечи Или как Или по телу свечи Или прям вот как цент в цент Запоминайте, что вот эти уровни Вот которые мы рисуем Это все условно Это все визуально Ну вот здесь вот Ну уровень Это диапазон какой-то цен Будем чуть дальше Это все детальнее изучать Про механику рынка Вспоминаем просто Как работают ордера Лимитные Маркетные Ну как только цена заходит В удобный диапазон Для покупателя Вот допустим Он был сейчас Вот в этом диапазоне Который мышкой я обвожу Я могу его нарисовать Прямоугольником Вот этот диапазон Вот этот диапазон Был удобный для покупателя Тут цену удерживали Удерживались Как только она заходит сюда И моментально поднимает Видите? То есть тут есть Тени свечей Ну их моментально поднимают Вот Ну то есть Визуально Я вот сейчас его нарисовал Вот так Но фактически Фактически Это была вот такая Вот такой диапазон Но он визуально Он нарисовал вот так Это low Это дно И здесь же у нас Был high Вот он Подрос вот сюда Видите? Он подрос И в момент Когда он рос Даже казалось А вдруг сейчас пойдет Цена наверх Вроде как Восходящая тенденция Даже Потому что High был прошлый Вот здесь Давайте я вот даже Выделю То есть вот был прошлый High Его преодолели У нас low У нас high Ну и там они даже Повышали То есть это у нас По факту Восходящая тенденция Но потом она обрывается И моментально Цена падает Обратно вниз И рисует Новое low То есть как только У нас вроде как high Там был Вроде как повышающий А потом мы трогаем low У нас уже потенциал Смены тренда Образуется То есть тут уже у нас Под вопросом Будет ли цена Расти дальше И образовался Новый high Вот мы там Снова идем Куда-то вверх Давайте выделю Вот так High 1 Low Low 1 Low Low High 2 High повышаются Low коснулись То есть ну вот его повторили Можно сказать То есть вот у нас тоже low 2 Но он не повышается То есть по определению У нас вроде как тут есть рост Тут роста нет По определению Это не восходящий На нэнце Ждем Пробоя Ждем пробоя Ждем пробоя Потому что Смотрите Вроде как Он сейчас может вверх стрелять А может он упасть вниз Вот сюда То есть у нас Нет четкого понимания Что происходит И вот Этой свечкой Тут видите Были в моменте и выше Но уже идет потенциал На пробой уровня Ну тут повыше Можно взять То есть подождать Вот еще одна свечка Очень страшная Потому что Ходили туда-сюда Но не выросли Остались на месте Это нехорошо Вот это вообще Падает И вроде Вот он еще падает Нарисовали снова High Ну фактически Мы плюс-минус На этом же месте Бьемся То есть тут нет роста И вот мы снова падаем Падаем Плюс-минус На месте уже стоим Чуть-чуть подрастаем И обратите внимание Что произошло У нас тут нарисовался Low Новый Как только подходим к high Мы вот видим Что у нас тут Low образовался Как только Вот где-то тут Мы находились Сложно сказать Там low Это или не low Потому что мы сейчас Обратно сюда Вот падаем Ну и Это никак Даже визуально Заметно не будет Как только мы подходим К предыдущему high Да Мы говорим По крайней мере По крайней мере Если мы сейчас Тайм фрейм Поменьше Включим То вот это движение Которое шло Шесть часов Это было растущее движение И все вот эти шесть часов На минутном графике Много-много минуток Шла восходящая тенденция Тут была нисходящая Тут была восходящая Тут был вот этот перелом Ну и вот какой-то low Но мы смотрим Часовой Для нас важны Вот эти крупные движения Вот эти мелкие нет Но тем не менее Тут потенциально low По крайней мере Ниже стоящего уровня Так скажем Есть И вот мы его тоже имеем ввиду Если сейчас Вот этот вот диапазон Преодолеем Это новый high И четко понятно Что у нас тенденция восходящая И вот обратите внимание Как резко прошли Все четко Понятно Новый high Есть После того Как мы новый high Установили Понятно Что вот это было low То есть ну до этого Ну как только подошли Даже уже понятно Но пока подошли Еще не ясно Ну low Понятно Ну не ясно Вырастим ли мы Дальше Будет ли там дальнейший пробой И новый максимум Вот здесь новый максимум появился И четко понятно Что вот это было low High High Low Low Новый high вот тут Ну или еще выше Может сейчас подрастет И вот там будет новый high Но этого пока что не знаем Но потенциально Вот оно уже вот растет Вот Вот оно растет Плюс вот тут вот даже Даже вот так вот Видите То есть у нас Все четкое понимание Что здесь Тенденция восходящая Тренд здесь бычий И вот он дальше пошла Вон он дальше Резко улетает То есть потенциально Мы допустим Вот он пробило И мы вошли Вот здесь вот в сделку Это на самом деле Ну такой очень условный пример Поскольку Входить в сделку просто так Потому что пробило Не нужно Ну например Если мы рассчитываем На сделку Внутри тренда Мы заходим Вот здесь Не раньше То есть вот здесь Вот заходить Ну смысла никакого Не ну какой тут смысл Заходить Ну только если повезет Не повезет Там пробой Не пробой Можно провести Какой-то анализ Сделать предположение Что да Тренд у нас падет вверх Если он падет вверх У нас просто Прибыли будет больше Ну и стоплост Там можно поставить Вот сюда же Допустим В случае Если мы ходим Тут большой стоплост Тут меньший Тут вот гораздо чаще Это стоплост Будет выбивать Но за счет того Что он Небольшой Ну там Убыток будет Не очень большой Просто к чему это я Это я к тому Что если бы Мы тут вошли У нас Чисто Математическое ожидание Входа Вот в подобных движениях Оно чаще бы Вбивало в стопы Чем вот Входы на пробой Когда мы убедились Что тренд насходящий Вот Но тут Стоп естественно Меньше чем Если бы она Вот сейчас сюда Развернулась Резко вниз пошло Тут было бы стоп больше Вот Но это я просто к тому Что мы вошли Обратите внимание Вот у нас Тренд уже прошел Он уже там вырос На 4% практически Но мы вошли Вот тут наверху Мы не вошли Вот здесь внизу Почему? Потому что Какой смысл тут входить В какой резонт входить Вот Какая причина Нет причины Запоминаем Мы просто так не входим Но вот это что такое Вот здесь покупать Ну нет У вас наоборот Вам было бы страшно Если бы может быть Что-то куплено было А у вас даже Если стоп ниже Вам было бы страшно Наоборот тут находиться И были постоянные мысли А может скинуть Может быть скинуть Или если бы Потенциально готовы Были брать шорты Здесь вот Думали бы Над тем Чтобы шорты набирать То есть Тут нет никакой логики Это я сейчас к тому Что Можно И нужно Трейдер всегда Вообще так делает Мы не гадаем дно На дне мы никак не купим Трейдер вот Не берет Самый минимум Ну и как правило Не выходит Самый максимум Берет он Какую-то часть движения От вот этого вот роста И у трейдера Какое преимущество есть У трейдера Перед инвестором Тем же самым У трейдера есть Преимущество Что он может Как с роста Вот допустим Такое движение Забрать А вот он дальше пошло Да Оно пошло Очень сильно Очень хорошо Трейдер Вот тут вот Всего лишь Небольшое забрал Там допустим Вот здесь Еще можно было Видеть Войти Например Сейчас это Не разбираем Вот Но Мы забрали Вот из такого Огромного движения Какой-то небольшой кусок Но Мы допустим Мы забрали Вот с этого движения Какой-то кусок небольшой С какого-то другого Еще кусок небольшой То есть мы за счет Большого количества Таких небольших кусков Забираем какие-то движения С точки зрения Человека Вот типа инвестора Который сидит Иногда бывает Да Очень странно Зачем мне забирать Вот этот кусок движения Если бы я просто купил монету Все это время ее держал И получил бы Вот такой вот рост Но дело в том Что трейдер Может вот с этого роста Заработать Чуть-чуть Пусть да Вот с этого падения Чуть заработать Тут-чуть заработать Тут-чуть заработать Чуть-чуть заработать Вот и в итоге Потом инвестор выходит в ноль Когда она падает И у инвестора ноль А трейдер тут На колебаниях Подзаработал Да и в теории Может вот уже инвестор В любой момент Перейти Просто купить актив И ждать его дальнейшего роста Без стопов Без всего Просто без кредитного плеча Вот То есть ну вот Не боимся Ни в коем случае Не гадаем Ждем четкой тенденции И только когда понимаем Какой тренд Это понимаем уже постфакт Да Может быть поздно Но Ну вот это работа трейдера Высший пилотаж Приду гадать Конечно тренд Но это опасно Мне сейчас вам говорить Потому что Пойдете гадать просто Это высший пилотаж Новичку не получится Просто наугад Это не происходит Происходит За счет анализа Рынка Но это Это уже большое Большое мастерство Это нужно много опыта Вот Это про тренды Как формируется тренд Восходящий Да еще раз резюмируем У нас должен быть 2 лоу 2 хай Лоу Лоу Хай И вот на преодоление Понятно что это хай Ну там где-то наверху будет 2 лоу 2 хай Повышающихся На нисходящем тренде Соответственно 2 лоу 2 хай Понижающихся И только после формирования Чуть пониже Чуть пониже где-то Вот тут уже будет понятно Что ну скорее всего Да Вот у нас Хай Хай Лоу И вот тут где-то Лоу Ну она может еще ниже Пойти То есть там где-то Лоу То есть мы уже пробили И вот у нас 2 Понижающихся лоу Вернее хай 2 понижающихся лоу Ну и по ним Можно трендовые линии Вот так вот тоже провести К примеру Ну это условные линии Это что касается Нисходящего тренда Посмотрим сейчас И вот уже на практике Запомните Только так И никак иначе Минимум 2 лоу И минимум 2 хай Вот им нужно Вот попытаться Потренироваться В нахождении Таких хайов Лоев Будете искать Смотреть Можно вот Очень удобный инструмент Использовать Вот для рисования Вот у трезвью Есть такие стрелочки Вот только Ее надо Ну таким черненьким Типа цветом Вот и можно Вот так вот Помечать Хай Лоу Хай Лоу Вот их можно Дублировать Здесь клонировать Допустим Вот Помечаете Там Хай Хай Лоу Лоу Снизу Трендовыми линиями Как-нибудь Это обозначаете Вот Но тут Сама суть Ну и вот Как я Допустим Это делаю Для меня Так вот Визуально Просто понятно Видите Хай Хай Ну просто Всех и отмечаем Постфактум Это сделать довольно просто То есть Постфактум Вот Поднижающийся Просто Хай Видно Лоу Тоже видно Лоу 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 Окей Это понятно Вот в моменте довольно тяжело То есть вот что тут происходит В теории вот если мы смотрим вот сюда Тут понижающаяся тенденция Лоу Понижается Хай Понижается Но если чуть-чуть побольше взять Допустим Вот с этим Лоем учет То здесь фактически Все что выше Находится Вот этого вот движения Все что выше Вот этого уровня То есть даже сюда Если подойдем Это потенциально Может быть Разворотное движение Вверх То есть пока Не пробили Вот этот вот Лоу Установленный У нас потенциально Может быть разворот То есть вот у нас Там есть условный Ну вот Три условных хая Да Вот краткосрочно Обратите внимание Все таки Вот перед падением Это вот был такой Долгосрочный Почему долгосрочный Вот это вот тоже Потому что эти Вот эти вот Хаи Видно на вышестоящем графике То есть это четко Понятно там В верхней части свечки Вот А вот это движение Это видно только здесь Если мы вот Вот это вот Последнее движение Объединим Ну и вот это вот Не видно будет Оно там внутри Где-то тело свечи Будет находиться Вот Может быть сначала Тоже это будет Сложно Непонятно Но вот просто Запомните что Вот эти хаила И ну они Понятное дело Они от таймфрейма Зависит Ну типа То есть вот Есть внутри свечки Хаила И мы тоже Это проходили Вот Хай Лой Хай Лой Мы же не смотрим Сейчас на часовике На каждую свечку Хайлой Мы смотрим Несколько комбинаций Свечей 2-3 Ну допустим 4 Вот и к чему Это я все говорю Я говорю К тому что мы Смотрим сейчас На дно Вот это вот На лоу Которые не преодолели Мы сейчас выше него находимся И все что выше него Потенциально Это продолжение Может быть там Того же восходящего тренда Хотя пусть и вот тут В моменте он нисходящий Пока мы вот находимся Между вот этими двумя зонами Тут непонятно что Может он хоть как угодно Ходить Может он просто В боковике стоять Но если преодолеваем Вот эту зону Четко понятно Что тренд нисходящий Если преодолеваем Вот эту зону Еще на самом деле Не четко понятно Что тренд восходящий Потому что он такой Волатильный Довольно-таки То резко вниз то резко вверх может обратно риску вниз упадет это уже потенциальный потенциал на дальнейший разворот вверх вот самые простые стратегии кто-то там открывает сделки просто от пробоя вот этих уровней и обратите внимание кстати да я вот сейчас вот указал этот уровень довольно примерно да довольно условно ну вот я ближе к телу ориентируйся не вот здесь его указал вот всегда то есть если какие-то вот такие большие тени лучше к телу да вот то часто тело свечи это вот соответственно хайло вот эти вот нарисованы тень свечи это и тоненькое тело свечи толстенькая штука у свечи вот лучше к телу свечи ориентироваться чем к тени хотя тут тоже как посмотреть от ситуации зависит то есть если у нас тут в данном случае одна свечка вот так и с таким с такой тенью но это понимаем что просто резкий обвал и тут ну просто ликвидность не хватило там быстрее вы подняли цену вот куда-то сюда хотят на самом деле нет какой-то четкой точки тут был диапазон цен откуда охватили резко откупили ну вот как правило как правило многие на тело ориентируются просто если я сейчас переключусь куда-нибудь там на побольше time frame тут этого тела уже не будет обратите внимание вот ну или наоборот просто если нам более мелкий переключить тут уже будет более понятно то есть какие-то такие тенденции за что зацепиться ну вот как правило просто за тело цепляюсь свечи вот если бы здесь по-другому график вылил то есть он был вот несколько раз доходил то есть не одна свечка с тенью большая вот вот так несколько раз ты вот этот диапазон выделил ну более детально более четко более ясно ну и возможно ориентироваться бы на его нижнюю грань вот тенденции тренды определяются по два по по двум хаям по двум лаям допустим данном случае для часовой график тут допустим два дня это падение шло но но до этого был резкий рост вопрос что нам сейчас делать но мы вошли допустим где-то в шорт где-нибудь вот здесь вот и мы сейчас в прибыли и что нам делать у нас потенциально график разворачиваться чтобы лова тут и вроде как выше него сейчас находимся потенциально может развернуться а мы вошли где-то шорт тут наш риск допустим к примеру это вот на восстановление тренда то есть мы то сейчас заходим сделку с мыслью что тренд меняется что тренд у нас нисходящий и он продолжится меняется тренд смысле вот это восходящий на нисходящий и что сейчас нисходящий тренд продолжится наша задача поставить стоп туда где у нас идея не отрабатывает день отрабатывать если продолжается восходящий тренд ставим туда куда-то стоп но в идеале в идеале сидим дожидаемся момента вот этого уровня где-то скорее пробой уровень заходим но это очень такие теоретически познание то не с ним не инструкциях действует так естественно не нужно идти покупать продавателя просто пример говорю в данном случае вообще в шорт не стоил бы лес но если уж по-хорошему потому что вспоминаем тренд наш друг если мы на минутных графиках торгуем да там но тут минутный график конечно по тренду вниз будет идти но поскольку тренд наш друг у нас глобальный тренд тут восходящий на высоком таймфрейме ну лучше сюда вот не заходить в шорт в идеале в идеале в идеале на синхронизации тренда вот как вот мы работали с ребятами в инстаграме показывал много просмотров это набрало с ладой филиппом когда мы это делали они в основной синхронизация трендов работали что это значит это значит что у нас тренд глобальный восходящий допустим в моменте он пошел нисходящий в моменте нам на минутках он нисходящий но вот здесь непонятно вот видите лол тут хай и все что между ними там непонятно ну грубо говоря да вот лоу хай но в моменте такой нисходящий и когда в моменте отнесли я 4 заканчивается и происходит такой разворот обратно трендов на восходящий вот тут на синхронизации когда глобальный вот локальность хризусь синхронизируется глобально вот мы с ребятами так торговали не заходили по тренду и когда новый импульс до происходил вверх по глобальному тренду например они зарабатывали хорошие деньги с этого вот не инструкция действует там еще очень много контента нужно изучить не нужно идти просто открывает сделки на эту информацию вот вообще без системы прописаны сделки открывать не нужно у нас будет система прописана по кончанию материала этого вот как-то так это что касается трендовых движений ну и пару особенностей до нужно объяснить рассказать на мелких таймфреймах у давать на минутное заеду например тут одни объемы на вышестоящих таймфреймах а другие объемы и допустим вот тут нисходящий тренд этот нисходящий тренд может там сюда могут подстраиваться какие-то боты какие-то трейдеры которые торгуют там эти минутки смотрят но любой сейчас сюда крупный игрок зайди с большими деньгами которые смотрят на дневной график и который просто по маркету в кинетом 1000 биткоинов он просто поднимает цену моментально и одной свечкой и одной свечки улетает вот туда вот наверх цена к чему это вот особенность до мелкого того же допустим таймфрейма тут объем как правило небольшие если сюда приходит объем из вышестоящего таймфрейма для там часового графика или там для дневного он там нажал кнопку для него цена не поменялась там можно 0102 на 05 процентов скакнула но вот вот здесь кстати тут 05 в данном случае тоже не очень высоко хотя это уже потенциальный перелом тренда то есть вот пару фаев там преодолевает это сразу большой объем вкидывается и сразу но влияет там вверх вниз а иногда но может он за пару минут скакнуть на несколько процентов на 3 на 4 на 5 то есть на может спокойно с большой объем какой-то вкину сюда и она пошла туда вот на три процента вроде как торгуешь по нисходящему даты фрейма внутри дня но тут заходит объем который в принципе он там для крупных графиков он практически не будет заметен то есть ну окей там поднимется огромный объем там на два процента конечно будет заметен да но не настолько сильно здесь просто всю тенденцию переломает и такой может происходить довольно часто довольно часто вот видите всплески этих объемов вот тут средний объем у меня вот по объему средняя на 20 свечек она сглаживая сглаживает оранжевый видите вот а иногда вот они прямо резко резко стреляют это вот объем как правило с вышестоящих тэфоремов приходит когда он резко стреляет а потом снова ложится ну на более крупном графике соответственно чтобы как-то там сдвинуть цену повлиять на тренд тут нужны огромный объем понятное дело вот ну тут на крупных графиках на крупных трендах как правило происходит трейд долги поскольку здесь тренд может длиться год а не час как на мелких треймфреймах но здесь потенциально больше процентом доходности ну тут риск большего процента как правило сюда идут с меньшими плечами или вообще без плечей а там на минутном как правило только с плечами торгуют ну и нужно учитывать что чем больше объем тем выше таймфрейм ты берешь чем тем реже ты сделки совершаешь тем меньше ниже плечо вот сюда вот идут с крупными деньгами с мелкими обычно там торгуют какие-то небольшие графики на самом деле хотя можно с крупным там торговать часовик допустим тот же ну на минутном график с крупным ты не поторгуешь примеру уже это что касается трендов запомните самая главная мысль как их определять 2 high 2 low high low как минимум 2 лучше больше ну как минимум 2 и вспомним еще раз да что говорил самом начале тренд наш друг у тренда как минимум 2 из х 2 и слоя это что значит узнать что как минимум тренда есть вот такой вот откат небольшой который обратно развернулся пошел по тренду и просто статистически вероятнее что внутри тренда будут эти откаты у тренда может быть 20 откатов и только 21 будет разворотный если мы ставим постоянно разворот на разворот против тренда нет нехорошо нас может постоянно выносить потому что можно два раза 20 раз там вернее сделку совершить и только на 21 получить какую-то прибыль но просто потому что по статистике у тренда ну допустим да вот мы смотрим час часовой график вот он пошел 1 откат 2 откат 3 откат 4 откат 5 откат лучше огромный вот это волатильность откат мощнейший штамп сколько 6 жда посчитал три четыре пять шестой до седьмой восьмой и вот на восьмой откат где это здесь уже пошла тенденция на снижение на снижение на перелом тренда она вот здесь еще была на снижение видим да вот хай понижается лоб понижается потом потом нарисовали двойной хай уже под вопросом то есть мы уже подошли к хаю не перед не перебили его конечно но уже под вопросом нисходящий тренд уже под вопросом и все что в диапазоне до этого лоу до этого хай тут непонятно если бы он нарисовал новый лук мы поняли что это нисходящий тренда но он рисовал нарисовала новый хай но как-то в боковике пошло будут потом в моменте упали что тоже по кейке стим непонятно ну как минимум два новых лу 2 новых вообще криптовалютный рынок если посмотреть ходит очень часто не трендами он ходит входит очень часто такими рисками простой раз прострелами ты стоит очень часто на месте прострелом то вниз то вот стоит и прострелом вверх полетел потом стоит и прострелом вниз вот крипто рынок очень часто вот так вот ходит из вот такой мини-мини застой прострел ведь там от меня застой мини прострел вот такой большой застой прострел везем постоянно кто таким такой такой волатильность уходит это нехорошо кстати отторговать тяжело гораздо проще когда он ходит вот вот так красиво постепенно по чуть-чуть видеть растет такой тренд но такое происходит не очень часто чаще он просто вот смотрите как это происходит вот стоит прострел вниз падает стоит резко вверх вниз волатильность какое-то движение большой резко вверх вот стоит долго стоит тут в моменте на коротком таймфрейме стоит резко растет на коротком таймфрейме глобально тоже стоит резко падает вот так вот ходит криптовалюта